Бумажная работа закончилась, теперь ждем начала работ. Проект благоустройства парка отдыха за кинотеатром Русь сегодня был в центре внимания членов партии «Единая Россия». Именно благодаря партийному проекту «Городская среда» пустырь станет крупнейшей в Архангельске зоной отдыха. Артемий Заварзин о деталях проекта. Пока на песчаном пустыре вольготно расхаживают пернатые, дорезвятся четвероногие. Но кадры эти обречены стать историей. Проект благоустройства парка за кинотеатром уже утвержден. Составляли его с учетом мнения жителей. Видел вот там этот самый макет этого парка. Я, кстати, и голосовал за него на выборах. Выбор сделало свыше 8 тысяч северян. Парк стал лидером народного голосования. Обсуждение деталей проекта шло несколько месяцев на разных площадках. Поступила идея. Давайте-ка мы этот парк специализируем под маломобильную группу населения. Концепция общей доступности – одно из преимуществ зоны отдыха. Специальные покрытия дорожек, пандусы и отсутствие бордюров – все это предусмотрено здесь. Это важно сегодня не только детям и родителям. Я очень рада, что это произойдет, что дети, у нас же в центре нет территории свободной, могут здесь проводить различные мероприятия. И это мягко сказано. Парк станет самой большой зоной отдыха в Архангельске. Убедились в этом сегодня единороссы. Под эгидой партии дворы и общественные места благоустраиваются уже второй год подряд. Основное асфальтирование, зеленое насаждение, то есть я имею в виду газон, архитектурные малые формы, на велосипедах, на роликах. И велодорожка – это будет 2,5 метра. То есть можно будет разъехаться. Это очень здорово. То есть я еще раз говорю, мы ушли все предложения. И в последних указах президента об этом написано очень точно, что на протяжении всех этих шести лет будет отдано приоритетное направление по благоустройству нашей среды обитания. Стоимость проекта благоустройства – 39 миллионов рублей. Аукцион по выбору подрядчика уже начался. Это один из тех проектов, которые сегодня серьезно позволяют отношения к своему городу поменять. Еще и с точки зрения того, что люди вовлечены в реализацию – это чрезвычайно важно. Июнь – месяц старта больших работ. Предстоит выполнить расчистку, водоотведение, проложить дорожки и установить спортивные комплексы. Украсят парк более 300 деревьев и кустарников. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Регион 29.